Нам сейчас нужно определиться, куда нам пойти. Ну, пойдем поищем какую-нибудь столовую. Благо здесь великое множество. Мы облюбовали с Ваней столовую. Вот такую вот. Столовая 7х24 называется. Она такая уютненькая. Здесь сразу при входе подносы. И выбираю, что нужно. Салатик, салатик. Супчик обязательно сейчас, конечно. Русская огурец среди... А, свекла с яйцем. Супчик. Надеюсь, вкусная свекла. Пойдем дальше. Смотри, значит, что здесь есть. Плов есть. Шашлык есть. Опять, что у нас такое. Фресе какое-то. Эскалоп, стейк, свинина. А, вот. Ваня, смотри, с первого, что есть. Харчо и чечевица. Чечевичный ты же ешь. Харчо очень много. Тут либо харчо, либо чечевица. Борща нет. Какое? Харчо или чечевица? Чечевица. Какой он другой обед? В смысле, какой-нибудь другой обед? Другой. Обед. Ну, котлеты тогда? Да. А, ну хорошо. Сейчас посмотрим. Что-то я хлеб не видела, кстати. Ты видел хлеб? Ну. Хлеб видел. Хлеб, наверное, дальше. Вот, мам. А. Вот булочки. Ну, это булочки, это ж не хлеб. Суп не хочешь, да? Не, нам суп не надо. Борща нет, да? А, вон там картошечка поджаренную сейчас тебе возьмем. С котлетой из какой-нибудь. А котлеты есть какие-нибудь или нет? Котлеты. Вот, как раз куриные котлеты, это отлично. Да, по одной. Значит, одну с картошкой, а другую с гречкой. Они горячие хоть? А, да. Тебе, вон, смотри, какая жареная картошечка вкусная. Вот такая. А я себе с гречкой. Или ты с гречкой тоже будешь? С такой. С гречкой. С картошкой, да? И с кетчупом? Или кетчуп вот у вас? Кетчуп у нас вот, партнер. А, вон там. Вот, ага. Мне определенно здесь нравится. Представляете, вот этот вот весь наш ужин, ну, или обед, совмещенный с ужином, обошелся 449 рублей. Представляете, здесь две котлеты, у Вани картошка, у меня гречка. У Вани булочка, пирожное, компот, салат, ну, то есть обед на или ужин на двоих человек 440 рублей, по 220 рублей, по 225 рублей на человека. Это вообще фантастика. Я гречку просто обожаю, котлеты люблю, Ваня картошку любит. В общем, красота. А здесь, чтобы жизнь рая мне казалась так, что, когда, если вам кажется, что вы еще вроде как голодные, помыл Вань руки, то здесь вон пахлава такая какая-то, прям, мне кажется, вкусненькая. Ау. А? Я не понимаю, зачем в туалете делать еще рак? То есть просто. В мужском туалете? Нет. Я заживу в туалете. Ну, там сразу ракой на приходе, плюс еще в самом туалете тоже рак. Ну, двойная, что как ты в туалет сходила, руки помыл. Вкусная котлета, попробуй. Без кетчупа-то, конечно, мы никуда. Вообще, очень уютная здесь кафе. Ну, и не кафе, а столовая фактически, смотрите. Вообще, такие виды хорошие. Сам Невский, но нам такое место не досталось. Вкусненько. Ну, все, аппетит мы с ней нагуляли, зверски просто. Поэтому должны съесть все. Следующее место нашей дислокации. Метро Московские ворота. Приехали мы сюда, потому что здесь недалеко, где-то находится музей Гранд Макет. И там вся наша страна в миниатюре. Я так поняла, может быть, ошибаюсь. В общем, какие-то там маленькие макеты чего-то. Говорят, что это очень интересно. Гранд Макет России. 540 рублей, по-моему, взрослый билет. Сколько где билеты только что убрала? 320, детский билет. Для детей вот скидка чуть подешевле. Значит, закрытие в 8 часов вечера. Мы приехали сюда сейчас у нас половина седьмого. Половина седьмого. Сейчас пойдем с вами все посмотрим и вам покажем. Мне кажется, поздновато. Но, в принципе, сказали, что за час можно все посмотреть. Такое вот большое здесь помещение. Ну, пойдем. По правую сторону пойдем. Как будто бы вода. Мама, смотри, мама. Мама. Можно нажать на кнопку, и что будет? Маяки будут гореть. А здесь кит. Смотри, видишь, кит. Такой, что его сразу не рассмотришь. Что там, кит. Там поезда ездят. Маяк путь. Маяк путь. В общем, детям здесь будет интересно потрогать, везде на кнопочки понажимать. Там люди. Люди стоят. А тут еще кнопочки есть. Где? А, нет, тут правая роль. Бронза. Бронза. Я так понимаю, что это мини-копии городов. А, это Дальний Восток. Поезда Дальнего Востока, да? Уменьшенные такие миниатюрные копии. Бронзки используются. В общем, кто-то построил такую развлекавку для детишек. Ну как, макеты городов. Машинки такие. По железной дороге составы едут. Военные какие-то машины стоят. Не трогать. Не трогать. Авария в Дукове, видишь? Авария случилась. Завалился, видишь, вагон. Вагон завалился, его разбирают. А здесь водяная мельница. Что, лизы? Лесосплав. Вон там, смотри, поезда идут. Видишь, железная дорога. Там, наверное, с другой стороны лучше будет видно. А тут тигр. Смотри, тигр на охоте. Он там точно есть. Да. А где он есть? Тигр. Тигр, где? Ну, то, то. А, слушайте, ну он, блин, такой микроскопический. Прямо вот так и не увидишь, где он там есть. Мама, это вообще неудей. Видишь? Людей вижу. Люди тоже супер микроскопические. Это, видимо, машины застряли. Там конус. Конус маленький. Ваня рассмотрел. Он там вообще микроскопический. Класса поезд рекламы. Очень жесткая. Строительство железной дороги. Как все происходит. Видишь, песок везут поезда. Ага. Поезда везут песок. У меня, по-моему, такая моделька этого поезда не была. И что? Смотри, поезд поехал. Ну, вот так вот, когда на телефон снимаешь, так можно сказать, что вообще настоящие едят. Где молоко? А так, конечно, маленькие. Где молоко? Дают корову молоко. Пойдем дальше смотреть. А это что-то какой-то крупный город. Аквапарк. Иди сюда. Тайпак. Смотри, какой-то прям крупный здесь город. Видишь, аквапарк какой. Аквапарк был. Ну, это, наверное, может, гостиница какая-то большая. А, это Сибирь, Вань. Сибирь? Сибирь написано. Вот здесь киностудия написана. Сбербанк. Павильон. Не солнечной энергии машины ездят там. Интересно, сколько это они делают? А здесь, смотри, в домике загорает кто-то. Смотри. Это круче, чем Лего. Бронепоезд. Смотри, киностудия. Но киносъемка, ничего не происходит. Смотри, Вань. Даже кладбище здесь есть. Видел? Ну, мам, смотри, Ти-Ти. Зубровый питомник. Поезда там отовсюду. Торговый дом автора. Там что вот посередине? Мам, я включил стрельбу. Это вот ты, Тир включил. Они стреляют. На кнопочки можно понажимать. Слушайте, ну, я думала, что здесь вечером уже никого не будет. А вечером здесь тоже аншалак. А я представляю, что здесь днём. Днём, наверное, здесь ещё больше людей. Аквалангисты. Так, смотри, Вань, как натурально море, вода сделана, да? Это лизун, по-моему. Почему ты так думаешь, что это лизун? Я думаю, лизун. Поезда это... Смотри, что там там. Видишь, там что-то в пещере делают. А, в пещере добывают что-то там. Горняки. А это Байкал, кстати. Это Байкал, пляж на Байкале. Идём. Идём. Реально интересно. Ну вот, Ваня, наконец-то мы пришли в такое место, где Ваня интересен. А то там мама с эрмитажами, со дворцами. Расписание. Ваня сейчас, вон, видишь, там поезд будет трогаться, да? Смотрите, как. Вокзал. А что это за город, Вань? Каменно обрабатывающий завод. А, это каменно обрабатывающий завод здесь. Смотри, поезд идёт. А там станция, да. Город такой. Университет. Смотрите, масштабы. Масштабы этого действия. Можно здесь всё-таки большой город? Большой. Смотри, колесо обозрения. Кассы там кто-то стоит. А самое главное, поезда. Смотри, как быстро курсирует-то. Смотри, там в настоящее время идёт. 14 минут уже. 14 минут. Сибиряк сильный характер написано. Это вон ты включил, видишь? Башня какая-то. Вон там сейчас моргала, смотри. Мой стройка где идёт. Там моргала. А, здесь вот, видите, туда, значит, на правый восток, на лево-запад, посередине Урал. Вань, Урал, это там, где папа родился. Пойдём-ка по... А, вот, смотрите, Урал. Стальное сердце России. И здесь какое количество поездов двигается. Так что вот папину родину видишь. Но, правда, непонятно тут какой Урал. У папы-то Северный Урал. Это, по-моему, Южка. Грибы. Смотри. Грибы, шелаковая яма даже. Шелаковая яма. Мам, ты вообще видишь тут грибы? Я вижу, вот они, грибы. Смотрите, грибы. Ну, всё микроскопическое. Смотрите, прям имитация такая. Это грозы. Слышите, звуки какие? А это вот на стадионе кто-то сидит. И лыжные какие-то соревнования, ещё что-то. А вот это вот Черноморское побережье похоже, да? Прокат, водные лыжи. Я бы сказала, вот это вообще на Крым как-то чем-то похоже. Лежачки у всех такие разноцветные. Вышки. Там фруктовые какие-то сады, деревья. Смотри, мам, настоящая реклама Макдональдса. ЖД-станция. Ведь у нас на юге же везде вдоль моря железная дорога проходит. Вот она здесь, железная дорога. И даже Макдональдс там есть. И дома какие-то высотные. Смотри, какой огромный корабль, Вань. Подожди, порт. Порт. Это где такой порт-то у нас? Хоть что-то подписано? Дельфины. О, дельфины, Вань. Смотри, рядом с кораблём дельфины. Видишь? Вань, смотри, какой корабль. Представляешь, какие есть огромные корабли? Как сегодня гид наш пошутил? Неинтересно. Судно. Вань, ты представляешь, есть вот кругосветные путешествия. И в кругосветные путешествия вот таких, в таких кораблях отправили. Там есть всё. Там есть бассейн. Смотри, сверху, Вань. Бассейн, там какие-то спортивные сооружения. Три бассейна целых. Такая жизнь. Балкончики такие-то, видимо, рестораны, наверное, скорее всего. А там трактора везут. Огромное-огромное количество тракторов. Идём. Ваня куда-то торопится. Его с морских берегов куда-то бегом. Зачем тебе Москва-то? Посмотри, море. Тверь, да, да. Подожди, здесь какой-то, смотри, огромный парк. Иди посмотрим. Парк аттракционов. Столичный регион. Столичный регион. Это где-то у нас, что ли, такой парк? А где такой парк, Вань? Столичный регион. Угу. А где кнопку, чтобы его запустить? Обойди, посмотри, может, там где-то какие-то кнопочки есть. Вот мотоцикл можно запустить здесь. Здесь лодочки. Не знаю. Сейчас увидим. Будет двигаться где-то мотоцикл. Где мотоцикл? Я не вижу, где. А, вот он. Увидел? Вот он. По веревке едет мотоцикл. Американские горки. Смотри, это московский регион. А что же это за парк-то какой? На ВДНХ точно не похоже. А, слушай, это, наверное, сказка, Вань. Слышишь? Слышу. Ну, парк, сказка. Помнишь, мы с тобой были? Наверное, он, скорее всего. Может. Это Москва, то есть? Да. Или Сокольники, я вот не могу понять. Ну, да. Пещера ужаса. Нет, это не Сокольники. Ну, вроде на Односокольники, да, вроде не похоже. А ну, а там бы динозавры были бы, что если бы это было. А вот Москва. Вот он, Кремль. Собственная персона. Куранты запустил. Три часа дня сейчас. Останкинская башня, видишь? Только Останкинская башня у нас обычно, когда мимо проезжаешь, светится. А здесь не светится. Ну, а это, наверное, Москва-Сити. Район Москва-Сити. Стоматология, компьютер. А внизу всё как полагается. В Москве вагоны метрополитена. И вот всё доделывается. Вот так вот всё. Метрополитен. Метрополитен. Свадебный салон, стоматология. А тут можно запустить две на... Аэро. Здесь модели самолёт. Слышите, восхищённые детские возгласы. Я ни одного такого восхищённого детского возгласа не слышала. Ни во дворце, ни в Эрмитаже, ни на Невском, нигде. А здесь дети только и кричат. Аэробус. Посмотри, Ваня, он двухпалубный, видишь? Двухпалубный, двухэтажный. Двухэтажный? Двухэтажный, да. Мама. Ау. Мы только лет не понимаем, что он там вот, в мы находимся. Да. Здесь это Санкт-Петербург. Да. Видите, да, вольная Ваня на лицо. Тут здесь развлекается мост. Раздвижной мост? А, точно раздвижной мост, ага. Где он раздвигается? Он, наверное, раздвигается сам по себе. Ваню нравится фонтаны запускать. Фонтан запустил? А это, смотри, двухэтажный автобус. Экскурсионный. Двухэтажный автобус. Смотрите, как. Какая тебе разница, что он говорит? Санкт-Петербург, да. Стоянка какая-то вся с открытыми машинами. Макдональдс вон там, смотри, впереди. Вон там. Машины, грузовики. А вот, видишь, мост. Разводили, да неудачно развели, видимо. Он почему-то не развелся. А, его развели, и там лайнер, да, должен проплыть. Украли? Да нет, не украли. Это специально так сделано, что развели мост, и там должен якобы проплыть. А здесь, смотри, Калининградская область. Калининград. Там, помнишь, мы смотрели Лешу, Лешек, Лешек ТВ с Калининграда. Тетя Света, мама его. Тетя Лена, он там живет, постоянно приветы нам передает. Корабли какие. Я хочу просто посмотреть Санкт-Петербург. Изгнанный муж. Смотрите, ямористый. Смотри, Вань. Мужа выгнали из дома. Вещи сбросили вниз, а он в трусах голосом, можно сказать, на улице стоит. Здесь это так пошутили. Вот такие вот маленькие прям домики, но они, смотрите, с такой точностью там выполнены, что прям вот такие балкончики, все прям... То есть вся архитектура повторена. Корабли какие. Что, полмашинки там осталось? Да, мы везти ехать. О, смотрите, как надо было ехать. Как-то смешно. Вода. Я уже хотела было развернуться, смотрю, уже времени много. Думаю, ну что мы тут увидим? Ну мало времени. Ну в конечном итоге все-таки дошли сюда. Долгое время спрашивала, что такое локатор. Я говорю, у нас на Сахалине локаторы были. Он говорит, а что это такое? Я ему никак не могла объяснить. Вот сейчас он наконец-таки увидел. А у нас на Сахалине вот таких локаторов было очень много. Повсеместно стояли локаторы. Не знаю, кстати, для чего. Что там? Вот я, теперь взгляни вниз. Ага. Там веш. Надо стекли, так и вешать. А, все объекты города и регионы являются собирательными образами и имеют условное деление. То есть это собирательные все образы. Так, ладно, посмотрели мы эту выставку. Ну для меня это так, развлечение для детей. Мама, дай я покажу, как я поступаю с рекламой. Пошли давай, реклама. Развлечение для детей. Допустим, конечно, мне больше было интересно посетить такие какие-то культурные места. Ну а здесь вот чисто повеселиться, прийти сюда. Стена. Нравится. Сколько? 100 тысяч 500, да, нравится? Да, 100 тысяч 500. Ну давай я тебя сфотографирую в этом окошке, ты будешь 100 тысяч 501. В общем, наконец-то мы приехали на наш Невский проспект. Он мне уже, знаете, как родной. Потому что здесь как-то, во-первых, многолюдно. Во-вторых, он какой-то такой сказочный, нереальный. Красивый, уютный. Знаете, уютный. Вот идешь, каждый дуйму просматриваешь. Иллюминация, все. Московский проспект, как-то, да, Вань? Ну, он, наверное, больше для жизни, а здесь центр больше для гуляний. Наверное, у нас тоже, в принципе, то же самое. Но здесь, прямо вот на Невском, ты как будто бы в сказку попал, и тебе не хочется выходить из этой сказки. Прям вот гуляй, гуляй, гуляй. Хотя мы сегодня гуляем с Ваней. Вот вы все знаете, в 10.30 мы с ним уже были возле автобуса. И все, с этого момента мы еще в номере не показывались. Мы очень выгодные жильцы. Вот поэтому здесь многие снимают квартиры, комнаты, хостелы. Потому что Санкт-Петербург – это город для гуляний. Ну, вот видите как, муж мне как-то не дал добро. Он говорит, куда ты там? Ну, в следующий раз, если я поеду, я, конечно, сниму квартиру. Удобный. Не то, что мне не нравится отель. Отель – это нормально, но квартира – это сам себе хозяин. Ты можешь там все что-то приготовить. Там есть кухня. Здесь и микроволновка есть. Здесь в отеле нет микроволновки у нас. Допустим, я бы могла сейчас взять парень борщик какой-то, да? И разогреть во вкусвилле. Вкусвилл здесь и есть. А получается, что разогреть нельзя. То есть, ну, фастфуд. Ну, мы можем, конечно, если хочешь сейчас свистеть. Если вот борщ хочешь, можем в тюрьмок зайти. Пришли в номер. Идеальная чистота. Ну, по крайней мере, постель заправлена. А Ваня проверял сегодня горничную. Поставил на бутылку с водой своего человечка. Говорит, если она сейчас будет пыль протирать, он слетит. Но, может быть, она его потом поправила. А, ну. Кстати, Мур, смотри. В общем, у нас сегодня, я не знаю, это такая была объемная программа. У меня силы. Я не знаю, как у Вани. Он сказал, что он сейчас еще собирается рисовать, что-то там еще играть. Мама, мама. У меня силы только уже лечь на постель и душ принять. А. А если честно? Слабенькая мама у тебя. Мама, если честно, я же тебе говорю. Типа, как Чарлил. То есть, я буду рисовать водой. Понятно. А времени 10. Какой ты водой будешь рисовать? Убегая от снов и от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь Только то, что тебе даст Господь И ни больше, ни меньше А глянись за собой Сколько в жизни сплелось Сколько судеб к тебе прикоснулось Пусть полжизни прошло Как у всех на ось И удача другим улыбнулась Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Субтитры сделал DimaTorzok